Звезда фильма «Москва слезам не верит» попала в киноиндустрию в 14 лет. Однако в 1991 году завершила карьеру. В дальнейшем Наталья Вавилова отказывалась не только от предлагаемых ролей, но и от интервью, что вело к распространению ложных слухов. Трудно поверить, что 26 января Наталье Вавиловой исполнилось 66 лет, ведь многим она запомнилась по роли юной Александры дочери главной героини фильма «Москва слезам не верит». На тот момент на счету молодой актрисы было уже несколько картин. Она жила в Москве на Ленинском проспекте, а Мосфильм располагался недалеко. Часто ассистенты режиссеров приходили к симпатичным ребятам прямо на улице и предлагали сниматься. Наташе было 14, когда к ней в магазине подошли и спросили, хочет ли она играть в кино. Так Наташа дебютировала в картине «Такие высокие горы». Чуть позже в ее школу пришли из съемочной группы режиссера Меньшова и отобрали ее в фильм «Розыгрыш», где она играла с Митрим Харатьяном. И уже после розыгрыша Меньшов взял Наташу на одну из главных ролей в фильме «Москва слезам не верит». Родители Натали были против ее кинокарьеры и даже запретили наследнице участвовать в съемках. Тогда Меньшов решил пойти на хитрость. Он заявился домой к актрисе и ее родителям в компании с Алексеем Баталовым. Маме и папе ничего не оставалось делать. Как пойти на уступки и отпустить дочь? Как Вавилова использовала выпавший шанс и почему на заре 90-х исчезла с радаров? Актрисе пророчили прекрасное будущее. Она с блеском окончила в гиг и регулярно получала предложение от режиссеров. Но именно на съемках ленты «Москва слезам не верит» Наташа встретила свою судьбу – будущего супруга, драматурга Самвела Гаспарова. Несмотря на разницу в возрасте целых 20 лет, они превратились в идеальную пару. Причем в случае Самвела путь к сердцу действительно лежал через желудок. После того, как мы с Наташей стали жить вместе, она прошла хорошую практику в Тбилиси у моей мамы. Наташа понимала, что я человек, который вырос в Тбилиси и скучаю по кавказской кухне. И теперь все, чего мне не хватает здесь, в России, есть у меня дома. Поэтому я считаю, что лучший ресторан кавказской кухни в Москве – это мой дом, говорил Гаспаров. Супруг всячески поддерживал актрису, продолжавшую строить кинокарьеру. Наталья засветилась в нескольких кинокартинах. Без инцидентов обходилась. Все время до участия артистки в съемках исторического фильма «Николай Подвойский» в 1986 году в одном из эпизодов лошадь встала на дыбы и сбросила ее. До начала фильма Наташа долгое время ходила на тренировки и прекрасно держалась в седле. Съемки проходили в Ярославле. На репетиции работник ипподрома по ошибке вывел другую лошадь с больной спиной. От боли животное встало на дыбы и скинуло наездницу. Наташа получила травму позвоночника средней тяжести. Поговаривали, что режиссер просил актрису не передавать инцидент огласки. Но несмотря на скорое выздоровление, Юрий Борецкий взял на главную роль Елену Борзову. После этого артистка вместе с супругом отправились в путешествие по Европе, чтобы отвлечься от боли и разочарования. Девочка две недели проезжала в больнице и как себя повел режиссер, но объяснил бы, Наташа, нам нужно снимать, долго ждать не можем, давай придем к какому-нибудь консенсусу. Тем более вина-то в этом ЧП полностью на них. Но нет, пришли к ней в палату. Наташа, не говори, пожалуйста, как это произошло, иначе нас всех уволят. А мы тебя будем ждать. Сколько нужно? Год? Два? В этой роли видим только тебя. Наталья золотой души человек. Всему поверила. Сказала, да не расстраивайтесь вы. Ну что случилось, то случилось. Значит судьба. А через два дня ей заявили. Извини, студия план не выполняет. Мы взяли другую актрису. Наталья все поняла. Рассказывал ее муж. Спустя некоторое время Вавилова появилась в фильме мужа. Стервятники на дорогах. А в девяносто первом вышла картина. Дело Сухого Кобылина, которая стала завершающей в ее кинокарьере. Ей предлагали роли очень часто. Ну, то проституток поиграть, то в мыльных операх-сериалах. Ничего, чтобы Наташу заинтересовало. Она ведь серьезная актриса и женщина, пояснял супруг причиной исчезновения звезды с экрана. На заре нулевых супруги поселились в загородном двухэтажном особняке, осуществив свою давнюю мечту. Наталье Дмитриевне проснулись удивительные архитектурные дизайнерские способности. У нас был проект финского дома, но Наташа его перекроила и сделала по-своему. Отчего, на мой взгляд, дом стал гораздо уютнее и функциональнее. У Наташи утонченный вкус и в обустройстве я полностью ей доверял. А построив дом, Наталья взялась заняться садом. Делился Семен Гаспаров с журналистами, с гордостью показывая вишневый сад, беседку, укутанную виноградной лозой, березы и ели на участке. Общих детей у пары так и не появилось. Поговаривали, что виной тому злополучное падение с лошади. По слухам, на момент съемок Наталья была беременна, хотя сама актрису эту информацию не подтверждала. Да и вообще, она мало что говорила журналистам. Чаще всего интервью давал ее муж. В 2018 году выяснилось, что пара продала участок и обосновалась в квартире на юго-западе Москвы. Также у супругов имелись трехкомнатные апартаменты в Болгарии, на берегу моря, куда они есть для отдыхать каждое лето. Наташа довольна жизнью, готовит потрясающе. Сейчас они с Самвелом бывают болеют. У Сава с руками проблема, поэтому он собирается на время уехать с Наташей в свой родной Тбилиси. Там намного теплее, да и воздух чище. Несколько назад они уже там гостили и уверяют, что стали чувствовать себя гораздо лучше, рассказывал муж Надежды Румянцевой. В последние годы Самвел Владимирович страдал от язвенной болезни желудка. И, вероятно, это и сыграло роковую роль в дальнейших событиях. 26 мая 2020 года режиссер скончался. В СМИ писали, что артист долго боролся с коронавирусом, но проиграл битву. Однако друзья супругов подчеркивали, что погубило Гаспарова вовсе не чума 21 века. Незадолго до смерти он лежал в больнице из-за проблем с желудком. У него была язва. Пару месяцев назад сделали операцию. Судя по голосу, Самвел был в прекрасном настроении. Готовился к выписке, но пищевод вновь дал о себе знать. Явно горе произошло из-за этого, поясняли в окружении пары. Тяжелее всего потерю переносила Наталья Вавилова. Если раньше о переменах в их семье в прессе сообщал муж, то теперь поклонники полагают, что звезда окончательно превратится в затворницу и заносит тикшего ее горя. Наташа сейчас чувствует себя плохо, отмечая знакомые семьи. После смерти Гаспарова к телефону не подходит. Она просто устала, ведь когда твой муж болеет не один год, это очень тяжело.